Для того, чтобы наш разговор о холодной войне, новой холодной войне, холодной войне 2.0, или о том, существует она или не существует, был более содержателен, мне кажется, что надо все-таки привести хотя бы минимальные сведения по поводу того, что такое реально холодная война. Когда и кто впервые сказал о ней? Кто ввел этот термин «холодная война» в политический оборот? Как ни странно, ввел в оборот этот термин не политик, а писатель-фантаст Джордж Орелл. Именно он впервые 19 октября 1945 года завел разговор о холодной войне. Завел он этот разговор в статье «Ты и атомная бомба». Статья была опубликована в британском ежедневнике «Трибун». Орелл предсказал, что в результате создания некого сверхоружия мир разделится на несколько супердержав, обладающих этим оружием. Может быть, их будет две, а может быть, там, три, но не больше. Каждый из этих супердержав создаст зону своего влияния огромную, превратится в такой гигантский конгломерат. Но, сказал Орелл, вряд ли эти супердержавы, он явно намекал на Советский Союз и Соединенные Штаты, а на кого еще, начнут прямую атомную войну друг с другом. Нет, скорее они договорятся о некоторых условиях, при которых этой войны не будет, и будут иными, не ядерными методами, а, значит, по большому счету и не военными, потому что всякие крупные военные операции очень быстро превращаются в атомные войны, осуществлять конфронтацию друг с другом. Тем самым, сказал Орелл, как бы, закончится эпоха таких супервойн, масштабных по-настоящему войн, но завершение этой эпохи будет куплено ценой бесконечного продления мира, который не есть мир. Вот этот мир, который не есть мир, а есть холодная война, это, как бы, лингвистическая и политическая инновация, осуществленная Орелл. Орелл внимательно следил за тем, как развиваются процессы, и уже в марте 1946 года сказал, что его предсказания сбываются, и что вот уже Россия, имелось в виду Советский Союз, явно вступает в холодную войну с Британией и Британской империей. Сказал он об этом в марте 1946 года, и все же при всей своей авторитетности, так сказать, в интеллигенции, в такой интеллектуальной элите, Орелл не политик первого разряда и не крупнейший такой элитный оператор. Поэтому то, что он говорит о холодной войне, как бы, надо просто взять на заметку, но это до тех пор, пока только он говорит, еще нельзя считать, как бы, ну, как бы, запуском большого идеологического, стратегического, политического процесса. А вот когда тот же самый термин начинает использовать Барнард Барух, а использует он его впервые 16 апреля 1947 года, выступая перед палатой представителей штата Юная Каролина в Соединенных Штатах, и там он прямо говорит «холодная война между США и СССР», как такая неизбежность. Вот это уже совсем другое, потому что Барнард Барух – это действительно одна из крупнейших закрытых американских элитных фигур. Барнард Барух оказал огромное влияние на Рузвельта, его курс, Рузвельт его очень ценил, и он безумно ценил Рузвельта. Потом, одним из немногих, он не прекращает свою функционирование ранней эпохи Трумана, это такой сквозной супероператор элитный, у нас же любят выдумывать разного рода, так сказать, демонов. Но Барнард Барух – это человек великий, в смысле вот того элитного подковерного влияния, которое он наказывал на мировую политику и прежде всего на политику Соединенных Штатов. Так вот, этот Барнард Барух сказал о холодной войне 16 апреля 1947 года, и с этого момента данное словосочетание уже приобрело существенный политический смысл, потому что все понимали, что Барнард Барух слов на ветер не бросает. Многие считают, что холодная война началась, по сути, после того, как были достигнуты договоренности в Ялте в феврале 1945 года о разделе мира между государствами антигитлеровской коалиции. Потому что все параметры, обсужденные в Ялте, как бы не были заданы с абсолютной точностью, всюду были оставлены некие люфты, некие возможности такой вот интерпретации как бы в свою пользу, которая может осуществлять стороны договаривающиеся. И кроме того, все-таки во многом, так сказать, Ялта – это творение Рузвельта, который к Сталину относился не просто с большим уважением, он, в отличие от Черчилля, который к Сталину тоже относился с большим уважением, рассматривал Сталина как реального партнера по устройству мира после победы над Гитлером. Черчилль никогда не рассматривал Сталина как такого партнера, а Рузвельт реально рассматривал. Поэтому Рузвельт готов был идти на гораздо более глубокие уступки Сталина. И Сталин готов был идти на ответные уступки. Но в Ялте все эти уступки были, скорее, так сказать, эскизно разработаны, чем оговорены до мелочей. И в этом смысле каждому хотелось куда-нибудь передвинуть эти ялтинские соглашения. Главный вопрос, по которому все время невозможно было до конца договориться, и по которому Сталин невероятно хотел договориться, это, конечно, был вопрос о статусе проливов Босфора и Дардана. Уже весной 1945 года Советский Союз поставил перед своими партнерами по антигитмерской коалиции вопрос о признании права Советского Союза на создание военно-морской базы в Дарданеллах. Рузвельт отнесся к этому, как и к продвижению Советского Союза на Балканы, достаточно сдержанно. Он считал, что Советский Союз надо, с одной стороны, признать в качестве равноправного партнера по созданию новой модели мира, а с другой стороны, именно этим признанием и какими-то такими жестами благоволения со стороны Соединенных Штатов постепенно этот Советский Союз трансформировать. И он угадывал в Сталине способность к подобной трансформации. Черчилль ненавидел все, что могло быть связано с изменением статуса проливов в сторону Советского Союза или кого бы то ни было еще, и все, что могло быть связано с продвижением Советского Союза на Балканы. Считается, что Черчилль даже специально, в каком-то смысле, затягивал Советский Союз в неудобную польскую зону, лишь бы отсечь от Советского Союза его глубоких почитателей, таких как Греция, Болгария и так далее. Когда вопрос о проливах и вообще о выходе Советского Союза в Средиземное море как бы встал, был поставлен ребром, Черчилль крайне забеспокоился. К этому моменту он уже был очень влиятельной элитной фигурой, но не был премьер-министром Великобритании. Он стал частным лицом, проиграв выборы. Но его влияние в международной политике было крайне велико. В качестве такого влиятельного отставника или элитного подковерного теперь уже оператора, влияющего на мировую политику, Черчилль посетил Соединенные Штаты и произнес в американском городе Фултон, штат Миссурия, знаменитую речь, которая названа была Фултоновской. В этой речи Черчилль впервые призвал страны англосаксонского мира к священному союзу для борьбы с мировым коммунизмом. Он сказал о железном занавесе, протянувшемся через всю Европу, о том, что древние столицы восточноевропейских государств священные, так сказать, земли для совокупного Запада оказались под пятой коммунизма, оказались отрезаны от Западной Европы. Черчилль обратил внимание на нарастающую коммунизацию восточной Европе, на то, что почти во всей этой восточной Европе, исключая тогдашнюю Чехословакию, совсем уже отсутствует демократия. В западном ее понимании особое беспокойство у Черчилля вызвали обращение правительства Турции и Персии к западному миру по поводу того, что Советский Союз сильно облизывается на Персию и Иран. В марте 46-го года СССР действительно отказался вывезти оккупационные войска из Ирана, куда они были введены по соглашению с западными странами. Вскоре, через год, договоренность с Ирана была достигнута, и войска были выведены. Но в том же 46-м году, а об этом говорится реже, Советский Союз потребовал предоставить ему протекторат над Триполитанией, позволяющий обеспечить советское присутствие в Средиземном море. То есть, Советский Союз любой ценой, через Дарданелло и Ли, через Триполитанию или через другие точки, об этом чуть позже, хотел получить выход в Средиземное море. В 46-м году началась гражданская война в Греции, где коммунисты имели огромные возможности, и где, как считают сами греки, мы как бы дали слабину в вопросе о диалоге между Западом и Советским Союзом, и как бы вняли неким апелляциям к Ялтинским соглашениям и к тому, что Греция не будет входить в зону нашего влияния. Но никто не знал, чем кончится гражданская война в Греции, и она вызывала особое беспокойство. Вообще говоря, очень многие западные политики того времени, особенно же те, кто входил в команду Рузвельта, чья смерть вызывает разночтение, и весьма авторитетные люди считают, что был убит, именно для того, чтобы договоренность между Советским Союзом и США не приобрела стратегического характера. Так вот, многие западные политики считали, ну и что, ну будет Греция в советской зоне, ну будет у Советов база в Дарданеллах или даже там в Триполи и Дарданеллах. Ну и что с того, нам все равно надо существовать фактически на двоих. Другого варианта нет. Это линия Рузвельта и его команды резко торпедировалась Трумэном и новой командой. Тем более, что самый существенный вклад в подрыв рузвельтовской стратегии, в антирузвельтовскую эпоху, имел сброс атомных бомб на Хиросино и Нагасаки. Американцы обалдели от этого. Они решили, что теперь они становятся водителями чудо-оружия и хозяевами всего мира. Короче говоря, Черчилль произнес фултоновскую речь. Потребовал, чтобы Советы отказались от коммунизации Восточной Европы. Предупредил о том, что они не откажутся от этого и что тогда надо с ними воевать. Заявил, что он готовился к войне еще до разгрома Гитлера. Открыл такой большой секрет. Через неделю после этой фултоновской речи Сталин дает интервью в газете «Правда», что он делал очень редко, и ставит Черчилля в один ряд с Гитлером. Несмотря на то, что Черчилль в этой своей фултоновской речи еще как-то по инерции раскланивается между русскими и Сталином. Но это все еще разминка холодной войны. А не сама холодная война. Следующим шагом в развертывании всего того, что можно назвать прологом к началу холодной войны, была, конечно, телеграмма номер 511. Она же длинная телеграмма Кеннона. Джордж Кеннон был заместителем посла Америки в Советском Союзе. Его там спрашивали об определенных проблемах, которые возникали в советско-американских отношениях. Он не мог ответить на это коротко и опубликовал вот эту самую длинную телеграмму. В ней он впервые сформулировал и политику холодной войны, и, так сказать, что во многом аналогичную политику сдерживания Советского Союза и коммунистического лагеря. После этой статьи в 1947 году Кеннон опубликовал в Foreign Affairs статью, статью, которая фактически являлась чуть-чуть развернутым содержанием его длинной телеграммы. Статья эта была подписана X. Статьи так подписывали только официальные лица, которые не имели права на, так сказать, такую вот новую стратегическую инициативу, озвученную ими, а не президентом США, не принятую Конгрессом США, Сенатом и так далее. Все поняли, что раз подписано X, то дело серьезное. А дело действительно было очень серьезным, потому что холодная эта война холодной войной, но и текст Черчилля, и текст Кеннона дышали не только холодом какой-то там идеологической войны, которая является альтернативой войне ядерной, как это рассматривал Орвелл, да, а они уже, эти документы эпохи дышали и прямой военной конфронтацией. В 1948 году американцы фактически принимают решение о том, чтобы начать войну с Советским Союзом. ЦРУ, которая давит всячески на президента Госдепартамента и вообще на американскую политическую элиту, требуя начала этой войны в нынешних, как они считают, выгодных условиях, невосстановленной экономики Советского Союза, отсутствия атомной бомбы и так далее, разрабатывает часть операций, в том числе такую операцию ИКОН, и считают, что вот эти операции, так сказать, которые там должны начинать взрывать стабильность в Советском Союзе, должны стать прологом к началу прямого военного столкновения. Весьма показательно, что изучив тогда все эмигрантские, ну, коллаборационистко-фашистские, естественно, в основном, группы, которые способны, так сказать, за счет переброски на территорию СССР начать активные крупные дестабилизации такого типа, которые могут в дальнейшем, так сказать, обеспечить втягивание в войну, ЦРУ делает вывод, что единственной силой реальной, которую можно быстро задействовать для того, чтобы втянуть Советский Союз в войну с США, являются бандеровцы. Украинские националисты, которые готовы обеспечить крупную дестабилизацию в случае их форсированной поддержки, и которых есть на это, как бы, драйв, и которых достаточно много, и которые достаточно фанатичны и способны к действиям настолько интенсивным, что их результатом может быть действительно дестабилизация, позволяющая, как бы, запустить механизм войны. Ссылаются ЦРУ на группу Гриньяхо-Лебедя, Микола-Лебедь имеется в виду, также в целом на вот эту бандеровскую ОУМБ, и эти ссылки подкрепляются некоторыми, так сказать, такими прогнозами на час Че, то есть когда именно следует начать дестабилизацию и сделать так, чтобы она быстро перешла в войну. Называется 1949 год. Значит, в 1948-м это все впервые оформляется в виде конкретных планов, стратегий, документов, так сказать, алгоритмов, подкрепленных человеческими, экономическими, военными возможностями. А в 1948-м, а в 1949-м считается, что можно уже будет к концу 1949-го начать реальное военное столкновение. Но начать это военное столкновение можно было, конечно, только в случае, если Советский Союз не имел своего ядерного оружия. Но мало было, как бы, успеть, как бы, объявить войну Советом до того, как они обзавелись ядерным оружием. А по всем планам западным, как бы, Советский Союз не мог совестись с этим ядерным оружием раньше какого-то 1960-го года. Нужно было еще подготовить всю машину от глобального развертывания Соединенных Штатов. В 1948 году Соединенные Штаты принимают резолюцию Вандерберга, согласно которой практика неприсоединения США к военно-политическим блокам за границами западного полушария отменяется. 4 апреля 1949 года создается блок НАТО. И вся машина оказывается подготовленной к запуску. Все псы, бандеровские в том числе, рвутся с короткого поводка. Но 29 августа 1949 года в СССР на Семипалатинском ядерном полигоне проводится первое успешное испытание Советской ядерной бомбы. Уже фактически включенный механизм ядерной войны, которую Соединенные Штаты, подключая ресурсы, так называемого свободного мира, начиная против СССР, оказывается остановлен. В условиях проведения этих испытаний нет таких фанатиков в США, которые могут согласиться на обмен ядерными ударами. В том-то и был весь смысл войны, что атомная бомба была только у США, и они хотели использовать ее в тот момент, когда она находится только у них в руках. Если бы советские ядерщики и советский ядерный проект задержался еще на год с небольшим, по-видимому, страшная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом началась бы, и тут она была бы не холодной, она была бы горячей, ядерной и, так сказать, войной с максимальной интенсивностью. В этом смысле как бы знаменитая фраза, что как бы из фильма «Девять дней одного года», когда, так сказать, отец спрашивает, «Сына, ты бомбу делал», он говорит, «делал, не сделал бы ее, не было бы, нас в бате с тобой этого разговора, и половина человечества тоже является абсолютно справедливой, в ней нет никакого преувеличения. говорю об этом как человек, родившийся в ноябре, ты видишь, с Сырлётовым. Далее действительно наступает время холодной войны, потому что горячее невозможно. Идет оформление, полное оформление непримиримых друг к другу макроидеологий. Делается все возможное для того, чтобы экономически подрывать возможности конкурирующих супердержав. И тут американцев, конечно, есть огромные преимущества. Они сильнее СССР на этот момент, существенно, и никакие союзники СССР, тот СССР не подмога. Советский блок, сколько бы сильным он не становился со временем, все равно был слабее. Блок американский, экономический. Американцы этим всяческим пользуются. Ну и наконец происходит нечто другое, на что часто не обращают внимания. Фактически синхронно начинаются две компании по обезвреживанию внутренних пятых колонн. в Советском Союзе это борьба с космополитизмом, и об этом все говорят очень яростно, но мало кто говорит об очевидном факте, что фактически эта борьба началась синхронно с американской борьбой с коммунизмом, с компанией Маккарти, с охотой на красных ведьм. Когда закончилась холодная война? Стивен Коэн прав, что встреча Горбачева и Рейгана на Мальте в 89-м году была оформлена именно как своего рода официальное объявление о том, что холодной войны больше нет. Но на самом деле холодная война закончилась просто поражением Советского Союза. Распад Варшавского договора, распад СССР, Распад Совета Экономической Взаимопомощи, воссоединение Германии, расширение Евросоюза и НАТО это все симптомы весьма яркие и вряд ли они могут по-разному истолковываться. Речь идет о том, что в результате краха Советского Союза возникла совершенно новая система возможностей для Соединенных Штатов. Все. Рухнуло все, что ее беспокоило. Она действительно что в результате краха Советского Союза исчезло все то, что вызывало беспокойство Соединенных Штатов. Сверхдержава, ее союзники, как бы системы, которые регулировали деятельность этих союзников. Ну и в ответ на это началась стремительная, ничем не останавливаемая экспансия Соединенных Штатов. Слишком многое говорит о том, что холодная война, вот в том виде, в каком она описана, это не что-то такое случившееся однажды в мировой истории, а это некий способ противостояния государств в условиях, когда они по тем или иным причинам не хотят переходить из холодной войны к горячей. мотивом для такого неперехода беспрецедентным в этом смысле ора управ было создание атомного оружия. Оно до сих пор сдерживает горячие головы. Никто не хочет его применять. Страх перед его применением до сих пор еще удерживает мир в каком-то равновесие. Уверяю вас, если бы не было сейчас России, которая одна, пока что одна, тут ни Китай, ни Индия, ни конкуренты является как бы обладателем действительно конкурентного Соединенным Штатам ядерного оружия, то Соединенные Штаты давно бы это оружие применили. И против Китая, и не только. Сохраняется ли вот этот ядерный аспект, который и являлся главным во всем, что касается Холодной войны? Да, он сохраняется. Сохраняется ли и другое, так сказать, ну, некое такое военное, собственно военное слагаемое Холодной войны, которое называется опосредованными войнами. да, сохраняется. Стюн Конь прямо говорит, что на Украине Соединенные Штаты и Россия ведут опосредованную войну. И не нужно в этом смысле идти на поводу у американцев, говоря о том, что мы в эту войну уж так вмешались, что дальше некуда. Достаточно очевидного нашего дипломатического вмешательства. мы не скрываем на чьей стороне мы находимся, мы тут на определенность тысячи процентов. Информационного наша информационная машина воюет с той обезумевшей западной машиной, которая не замечает ни того, что на Украине к власти пришли фашисты, ни того, что там они все фашисты осуществляют. Война идет полным ходом. Идет ли экономическая война? Конечно. А что такое санкции? Экономическая война? Информационная есть, экономическая есть, опосредованная есть, а разве не идут и другие войны? Говорят, что теперь нет конфликта и идеологии. Ну вот этот самый Хантингтон заявил о конфликте цивилизаций. Может быть и нет такого прямого конфликта несовместимых идеологий, коммунистической, капиталистической, как бы два полюса, выражающие собой антагонистическое противоречие общественного устройства. нет, сейчас, так сказать, в России капитализм и все проще, и что? А разве не было капитализма одновременно во Франции и Германии в эпоху Первой мировой войны? Почему обязательно нужно, чтобы был капитализм и социализм, для того, чтобы шла подобного рода холодная война? Абсолютно это не обязательно. Кроме того, конфликт идеологии есть, и геополитический конфликт есть. Стратфор, который говорит о том, что главная вековая задача Соединенных Штатов и Великобритании, как того государства, которое до Соединенных Штатов проводило ту же политику, Стратфор говорит о том, что оба эти государства считают своей главной абсолютной целью недопущения единства европейского континента. Неважно, там, союза между Россией и Наполеонской Францией или между нынешней Россией и Германией. Это то, чего не должно быть. И это говорит не только Стратфор. Я говорю, что люди, обладавшие гораздо более высоким полномочиям и говорили мне, что как только возникнет такой союз, будет ядерная война в Европе. Апелляция к атомно-ядерному оружию как бы осуществляется, как бы взаимная демонизация имеет место, безусловно. Какие у нас есть основания говорить о том, что не существует холодной войны? недействительно. Если раньше осью был Берлин, то теперь осью стал Донецк. Скажем, Украина в целом. Значит, просто эпицентр, ось вот эта приблизилась к нам. И мы что, должны ждать, пока она доползет до Москвы или до Саратова, до Новосибирска, докуда? Да, мы не оформили ту систему, которая может существовать в пределах холодной войны. Мы продолжаем действовать в режиме навязанной нам холодной войны, используя для этой системы, которая существовала для разрядки, перезагрузки, для дружбы, для глубокого вхождения в западный мир на любых условиях, с признанием своего поражения в холодной войне. Мы эту систему пытаемся использовать для того, чтобы вести холодную войну и в ней побеждать, а это невозможно. холодная война идет. И большое это беспокойство вызывает именно то, что она ведет в условиях, когда система наша не готова к ней. Американская система очень легко вернулась на рельсы холодной войны. Слово, рехорадочно включились все эти центры советологические, антирусские и все прочие институции. и в конечном итоге, когда говорят, что тут же, знаете ли, когда нет коммунизма, то война должна приобретать другие контуры. Извините, была эта война и до коммунизма. Пушкин, Достоевский и другие не были коммунистами, а эту войну обсуждали, осмысливали так же, как и крупнейшие политики, стратеги наши докоммунистические. Какое у нас есть основание говорить о том, что холодной войны нет? Между тем, этот вопрос абсолютно не так однозначен. и я хотел бы, чтобы мы с вами имели возможность вдуматься в разные позиции по этому поводу. Первый стратегический текст, который я зачитал, это текст Стивена Куэна, и я считал необходимым, чтобы с этим текстом познакомились в режиме обильного цитирования и комментариев. Второй текст, это интервью, который называется «Посол холодного мира». Это интервью взяли у главы дипломатической миссии США в Москве Джона Тефта два наших журналиста Михаил Ростовский и Андрей Ишлавский. Интервью напечатано в московском комсомонце. Надо сказать, что журналисты вполне держат удар и ведут на равных поединок с Тефтом, который человек совсем не слабый. Но они, во-первых, журналисты, а во-вторых, они делают интервью по заданию газет «Московские комсомолицы». «Московские комсомолицы» это одна из таких самых многотиражных газет и газет, стремящихся обеспечить эту многотиражность именно с помощью максимальных упрощений. В связи с этим возникают определенные проблемы, но я повторяю, что никакого прогибания наших журналистов перед Тефтом нет и в они мужественно ведут беседу, а Тефт ведет себя очень специфически и по этому поводу, по поводу его поведения мне бы хотелось поговорить, причем поговорить можно только зачитывая «Большие куски» и комментируя, естественно. Я прямо начну, опустив всю преамбул, как он предлагал ему печеница, как иронизировал по этому поводу, что ему отвечали. Это в конце концов не важно. Я хочу процитировать самое главное. «Господин посол, это спрашивают журналисты посла, находится сейчас Америка и Россия в состоянии новой холодной войны или нет?» Тефт отвечает «Нет, не находится. Я считаю сам очень опасным выдергивать термины из истории и использовать их для описания текущего момента. Каждый новый этап истории кардинально отличается от предыдущего. Имеют ли иногда разные исторические эпохи общеполитические темы? Да, имеют. Кажется ли нам иногда, что события повторяют? Да, кажется. Но исходя в том числе и из собственных исторических исследований, а я когда-то хотел стать профессиональным историком, «Я знаю, каждый раз в голове лидера страны наличествует совершенно новая уникальная мотивация тех или иных его действий. Использование терминов из прошлого лишает тебя возможности оценить всю комплексность и противоречивость текущего момента». Тефт несколько раз в пределах этой статьи ссылается на то, что он хотел быть историком. Но он там хотел, и какие именно он проводил исследования, это отдельный вопрос. Стал-то он профессиональным дипломатом. А вот другой американец по фамилии Шлезингер стал историком, и отец его, оба они Артуры, Артур Шлезингер старший, Артур Шлезингер младший, был очень выдающимся историком, так сказать, американским. Это такая семья профессиональных историков, она очень сильно повлияла на представление американцев об истории и выкинуть работу цикла американской истории из, так сказать, этого всего, что мы сейчас обсуждаем, очень трудно. Не может американец, который хотел быть профессиональным историком, не понимать, что ему нужно, так сказать, здесь вести полемику с Шлезингером и другими, которые говорили о циклах американской истории и о циклах мировой истории. Разговор ведь шел неоднократно. И о циклах нашей истории. Вот когда господин Янов, например, говорит, что циклы идут по принципу реформа-контрреформа и сравнивает там совершенно разные эпохи с точки зрения реформы-контрреформы. Американцам аплодируют. Мне так кажется, что это безумно упрощенное, так сказать, представление. Но ему же аплодируют и говорят, да-да, циклы есть. Почему мы сейчас не можем говорить о циклах в отношениях между Западом и России. О цикличности в международной политике. А ведь любая цикличность предполагает, что существует некий постоянно действующий механизм. Например, постоянно действующее нежелание объединить Европу. Или что-нибудь еще. Или какое-то глубокое расхождение в вопросе о смыслах человеческого существования, маркируемое конфликтом между православием и католицизмом. При том, что православие и католицизм это ветви христианства. Но ведь конфликт очень сильный. Так конфликтует только близкие родственники. Я не хочу сказать, что все там квертится по кругу, что речь идет о вечном возвращении. Конечно, в каждом новом цикле все обрастает новыми деталями, новыми мотивами, новыми нюансами, в конце концов новыми технологическими возможностями, новым состоянием социумов. Мало ли еще чем. Но как же мы можем не говорить о циклах? И если в рамках этой цикличности, а она налицо, мы входим в новый цикл, имеющий массу черт цикла предыдущего, то почему мы не можем говорить о холодной войне, когда она очевидна? Потому что господин Тефт когда-то хотел быть историком. Но он им хотел быть. Отец и сын Шлезингер и стали, и не они одни. Он с ними хочет спорить? С той и с кем еще? На чью позицию он опирается, когда говорит, что циклов нет? ведь не только поговорками новое, это хорошо забытое старое, нет ничего нового под луной и так далее. Держится это представление о цикличности. большие экономические циклы, длинные волны, короткие волны, это как бы ткань, из которой состоит процессуальность как таковая, она не может выглядеть иначе. Ну, кто-то говорит, что это все вращается по кругу, а кто-то говорит, что движется по спирали, а кто-то говорит, что траектории еще более сложны, но они же есть и в них есть повторяющиеся моменты, а есть ли этих моментов нет? И нет никаких универсальных константов, и никаких фундаментальных константов. То, что собой представляет исторический процесс? Если каждую минуту есть только новизна, если у разных лидеров есть разные мотивы, то может быть у одного лидера тоже разные мотивы утром и вечером, в зависимости от того, как он пообедал. Это же тоже так? О какой концепции истории говорит господин Тефт? Я понимаю, что журналист не мог об этом спросить и завязать эту дискуссию. Вообще не могут и не могут с ориентацией на напечатание даже очень развернутое в интервью московском комсомольце. Но сам-то он что тут делает? И зачем он хочет сказать, что нынешняя ситуация мягче, как будет видно из прочтения данного интервью, он не это хочет сказать. Он хочет сказать, что холодная война это, знаете ли, когда две суперсилы выясняют свои отношения, а вы не суперсила. Поэтому вы там нам не говорите новую холодную войну. мы сделаем гораздо быстрее и гораздо более ментарными методами. И достаточно внимательно прочитать интервью, чтобы понять, что он говорит именно это. Ну, он делает подобный за такт, отрицая холодную войну. Журналисты соглашаются с этим его отрицанием, они не вступают в полемику и меняют тему. Хорошо, поговорим об уникальности текущего момента. Ну, раз вы говорите, что все уникально, мы будем говорить об уникальности. Как правило, в любом конфликте в той или иной степени виноваты обе стороны. В порядке смокритики, в чем с вашей точки зрения ответственность Америки за нынешнее не очень хорошее состояние наших отношений? Или ваша страна полностью уверена в своей правоте? Заметьте, что Стивен Коэн говорит о том, в чем именно неправый, что есть определенная реальность, которая не укладывается в мифологию о том, что мы вас любили, а вы зачем-то нас обидели, что все сложнее. Мы убедимся, что и Джош Сорос говорит тоже о каких-то таких вещах. Что говорит Тефт? Я не могу согласиться с постановкой вашего вопроса. Не думаю, что речь идет о наличии проблем и ошибок у обеих сторон. В наших отношениях с Россией есть целая серия спорных моментов, которые мы с ней обсуждаем. Но непосредственной причиной кризиса является незаконная аннексия Крыма и продолжающаяся российская агрессия в Восточной Украине. Вот в чем причина плохих отношений между РФ и США и между Россией и Европой. Это фундаментальная причина, которую мы изо всех сил пытаемся решить. Государственный секретарь Кэрри нанес визит Виктория Нуланд нанес визит и так далее. Я трачу время. Значит, фундаментальная причина заключается в том, что произошла незаконная аннексия Крыма, продолжается российская агрессия в Восточной Украине. Нету ничего, что этому предшествовало. Американцы не поддержали глубочайшую аморальную, отвратительную, так сказать, как бы противоправную систему действий против Януковича. Американцы не видят, что осью всех этих действий являются все те же ООН Б и другие, которых они хотели задействовать против Советского Союза еще в той холодной войне, превращая ее в горячую. Американцы вообще себя из процесса выводят. Они, видите ли, вообще на Украине ни во что не вмешивались. Так сказать, Коэн говорит, а если бы там где-нибудь в Мексике что-нибудь началось, что бы мы делали, если бы там были сейчас СССР или Китай. эта проблема вообще не возникает. Все связано с незаконной аннексией, агрессией, никаких других вопросов нет, никакой проблемы нет, такой, при которой можно что-то обсуждать, а вот вы правы здесь, а мы правы здесь. Нет предмета для обсуждения. он говорит, и журналисты в этом не виноваты, на языке учителя, разговаривающего с нашкодившими школьниками, так действительно не говорили в эпоху холодной войны, так и разговаривают о своих новой холодной войне, когда американцы ощущаются огромное преимущество перед России и разговаривают с ее представителями определенном образе на языке такого специфического высокомерия и предельной жесткости не предполагающей, что ты хоть в чем-то будешь соглашаться с противником, заманивать его на определенную территорию, все это лобовые пропагандистские доктринальные удары, сидеть, молчать, слушать. Журналисты не говорят ни про фашизм, ни про гражданскую войну, ни про что другое. Они здесь зачем-то вдруг вспоминают дела давно минувших дней, предания старины глубокой, позвольте ответить откровенностью на откровенность, то есть они держат удар, но не держат его по-журналистски. Америка страна создана не в последнюю очередь за счет аннексии чужих территорий, например, мексиканских. Не является ли в этой связи лицемерием с вашей стороны обвинять Россию в том, что она что-то там аннексировала? Тефт, понимая, что журналисты подставляются, отвечает. Позвольте ответить на это. Я отвергаю аргументы наличия в данном случае моральной равнозначности. Мы говорим о Европе 21 века. Мы говорим о континенте, на котором Европейский Союз начал развиваться с 1957 года. Европейцы сказали, что время для насильственной перекройки границ и захвата земель кончилось. Мы, Америку, это поддерживаем. Европа считает Россию своей частью. И когда произошла аннексия Крыма, европейцы даже еще более громко, чем американцы, заявили о нарушении международных законов фундаментальных принципов жизни Европы 2014 года. А Косово это уникальный случай. А распад Советского Союза, оформление этого распада де-факто, как оно сочетается с Хельсинки? А все процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, этого всего нет. В Азербайджане идет гражданская война Нагорного Карабаха с Баку или там идет армянская агрессия и аннексия? Ссылка на XIX век неубедительная и Тефт за это хватается, но он же прекрасно понимает, что схема, в которой он существует, это не схема диалога. Нет проблем. И проблема основная простая, значит, холодная война и победа в холодной войне, если это победа в холодной войне, принцип капитуляции в холодной войне, принцип возьмем все у вас, потому что вы проиграли, проиграв дает все, не может продолжаться бесконечно. Это невозможно. Если народ жив, то он не может быть вечно разделенным. И здесь тоже есть инвариант, который называется эридента, причем тут каждый раз ссылки то на Гитлера, то на кого-то еще. Это же воссоединение разделенных народов, это же очень старая история, многократно повторявшаяся. Либо народ добит до конца, либо он будет воссоединен. Третьего не дано. Эта тема не обсуждается. Правомощность всего произошедшего в условиях распада СССР чем аргументирована, чем обоснована? Это безупречный мировой процесс, он отвечает духу Хельсинки всему, он отвечает победе в холодной войне. Хорошо, победили в холодной войне, взяли, расчленили, оторвали территории. Но это же не может не как бы вызывать обратных реакций циклических. Эльзаса и Латаринга переходили из рук в рук, и они не могли не переходить после этой холодной войны, именно потому, что была холодной и как бы по умолчанию не состоявшейся как война, требующая мирного договора и всего прочего. Что было осуществлено? Какие взаимные международные обязательства взяла на себя проигравшая страна, если мы проиграли холодную войну? Это было оформлено какими-то документами, предположим, что это было оформлено каким-нибудь Версальским договором или любым другим договором. После Франко-прусской войны тут никаких... Причем тут Гитлер каждый раз? Это единая система как бы жизни в мире. Проиграли Крымскую войну, дальше рано или поздно Крым восстановили. Любой проигрыш в войне требует в виде цикличности чего-то, что будет вызывать восстановительный процесс. Это можно называть реваншизмом, это можно называть мягким переходом в режим разумного равновесия. Не может процесс все время стоять в нижней точке. Я здесь снова говорю о том, что касается цикличности. Если процессы цикличны, они ритмичны, они не могут останавливаться по воле одной стороны в нижней точке. Только в одном случае могут остановиться. Если одна из сторон мертва, ее вообще нет. В противном случае любой вызов, любое додавливание будет получать ответ. Любое сжатие пружины будет вызывать ее распрямление. Об этом разговора нет вообще. И все-таки, говорят журналисты, где же проходит та временная граница, по одну сторону которой захват чужих территорий, это очень даже правильно, а по другой абсолютно непозволительно и аморально. То есть журналисты пытаются отвечать по-журналистке. Я не хотел бы сейчас заниматься историческими изысканиями. Обзацем раньше он уже начал заниматься историческими изысканиями и даже по этому поводу ссылаться на то, что он историк. А здесь он не хочет заниматься этими изысканиями. Я просто говорю вот о чем. Более чем два десятилетия тому назад, в 1991 году, Борис Ельцин и лидер Украины и Белоруссии поставили точку в истории СССР. Эти три лидера решили, что настало время создать новые независимые государства. Как-то лидеры могут что-то такое решить. Эти три лидера пообещали, что их страны будут неукоснительно уважать территориальную целость и суверенитет каждого из этих государств. Сейчас эта созданная после распада СССР система разрушена тем, что случилось в Крыму и Донецке. То есть, в виде фундаментального акта он предлагает рассматривать Беловежскую пущу, которая, если рассматривать ее с точки зрения американской философии права или практики права, это сплошное нарушение всего на свете. Три лидера собрались, что-то подписали. И дальше что? Три человека могут определять судьбу народов, находящихся на территориях, судьбу Крыма. Они могут делать это только в одном случае. Если американцы победили Горбачева и Советский Союз в целом, позвали трех шавок и сказали «Кам Хе, пиши». Они все подписали и они поставили печать. Тогда он должен сказать «В 1911 году мы вас победили, собрали своих шавок, которые должны были представительствовать от разных частей вашей страны, цыкнули на них, приказали им подписать то, что мы хотим и поставили печать. Все, процесс завершен. Но он же так не завершается. Мировая война так не завершается. Какая сторона подписывала этот акт с противоположной стороны? Кто? При всей адской роли Горбачева в происходившем, я уже говорил, что к этой роли все сводить нельзя, но роль конечно адская. Он же ничего не подписал. А кто подписал? Кто от Советского Союза подписал капитуляцию? Никто. Значит, ее не было? Не было. А если ее не было, то неожиданная как бы такая неожиданный между собой чек беловежий это вообще ничто. Это не фундаментальная константа. Это универсальский мир. И не что-то другое. Это все не выведено в зону транспарентности, прозрачности. Постоянное жонглирование понятиями, отказ от определенного языка. Вопрос вводишь холодную войну, тогда надо победа, проигрыш, оформление, договор. Признание холодной войны такой же правомочной, как мировая война, так сказать, тоже тянет за собой очень далеко идущие последствия. Сейчас созданная после распада СССР система разрушена тем, что случилось в Крыму и Донецке. Какая система была создана? Сейчас вы разорвали капитуляцию, подписанную в Беловежской пуще кем? Кем? Первая мировая война, кто-то подписывает от лица Германской империи, вторая мировая война, тоже подписывает. Здесь кто подписал? И потом, хорошо, кто-то подписал. Эти люди ушли в историческое небытие. Реалии мировые изменяются. В подписанном существовали некоторые подковерные, неявные, непрозрачные константы, которые вообще отменены. Процесс носит выпиющий неправовой характер. Европа за это время дико изменилась. Вы сами развернули этот шабаш в Косово и так далее. И что при всех этих условиях и условиях конечно восстановления России после того шока, который имел место в 1991 году, все должно выполняться от а до я. Почему? Журналисты, да, была ли система-то? Разрушена система? система? была система? Поскольку безумно не хотелось говорить, что победили, между собой это говорили, своим школьникам это рассказывали, что победили Советское с холодной войне, но говорить это России и прочим не хотелось, потому что надо бы что-то вызвали, то все сделали непрозрачным. Но сделав все это непрозрачным, системы не построили вообще никакой. и что разрушают-то? То, что отсутствует. А вот только почему в Крыму и Донецке журналисты спрашивают, случилось то, что там случилось. Может быть у США все-таки есть основания для самокритики? Может быть США в чем-то перегнули палку и вынудили Россию действовать именно таким образом, как она действовала, а не иначе? Видите, они поджимают хвост. Я не согласен с аргументом о том, что США сделали что-то неправильно. Я категорически отметаю утверждение, что события на Майдане привели к государственному перевороту на Украине. Многие авторитетные люди детально изучили подобные утверждения и их опровергли. Повторяю, нынешний кризис вызван исключительно аннексией Крыма и продолжением российской агрессии на востоке Украины. Я категорически отметаю утверждение, что события на Майдане привели к государственному перевороту на Украине. Как это можно отвергать? Как говорил господин Коэн, у нас могут быть разные интерпретации, у нас не может быть разных фактов. Могут господин Коэн, могут. Для него нет факта государственного переворота. А почему его нет, он не приводит аргументов. Он говорит об авторитетах. Многие авторитетные люди детально изучили подобные утверждения и опровергли. А другие авторитетные люди детально их изучили и подтвердили. Ваши слова против моих слов. И какие же это авторитетные люди опровергли? Что они опровергли? То, что Януковича свергли с грубейшим нарушением Конституции? То, что на вооружение взят на Украине взяты идеологии геноцида? Героизированные люди, которые считали главным при государственном строительстве геноцид? То, что эти люди пришли к власти незаконно и, придя к власти незаконно, использовали власть для утверждения власти? Журналисты понимают, что дальше ну что? Ну, они имеют дело с человеком, который уперся. так упираются тогда, когда не считают нужным, так сказать, бросить свой тон и взять человеческий. Бросьте ваш тон и возьмите человеческий. С позиции бесконечного высокомерия, назидания, начетничества идет какой-то разговор со страной, которая, между прочим, и как-то живет и в чем-то восстанавливается, имеет ядерное оружие и все остальное. Это что такое? Ну, журналисты уходят в сторону и говорят, сменю ненадолго тему. Почему вы, Джон Тефт, выбрали дипломатическую карьеру? Я такую карьеру, честно говоря, не планировал, я не один из тех парней, которые в возрасте двух лет решили стать дипломатами, и они нацелились на дипломатию почти до самого финала моего студенчества. Я уже был совсем собирался отправить в университет Чикаго, попытаться стать кандидатом исторических наук, но тут я сдал экзамены, неважно, то есть он опять говорит о том, что он великий историк. В России господствует специфическая точка зрения о вашем вкладе в международную политику. Вы, наверное, в курсе, что у вас репутация организатора цветных революций государственных переворотов. Я профессиональный дипломат, смеется. Профессиональный дипломат это тот, кто представляет свою страну и проводит жизнь в политику президента. Я всегда придерживался этого принципа. В 80-х я провел два трехлетних срока, работая в советском отделе государственного департамента, занимался контролем над вооружениями российской внешней политики, в 96-м приму в Москву в качестве заместителя посла. В обществу занимался Россией как минимум 10 лет. Кроме того, я работал послом на Украине, в Литве и Грузии. И на всех этих должностях я представлял в меру своих способностей политику тогдашних президентов США. Является ли продвижение демократии прав человека гражданского общества частью нашей политики? Безусловно, все, тут слово сказано. Продвижение. Какими способами? Такими, как в Ливии, такими, как в Египте, такими, как в Сирии, такими, как в Ираке. Демократию вообще можно продвигать? Это часть нашей политики 1948-го года с принятием Генассамблеи. И мы, Россия, проголосовали за принятие такой декларации, но не за продвижение. В 1975-м году в Хельсинке мы, Россия, поставили свою подпись по заключительным актам совещания безопасности. И что, там не было пункта о нерушимости границ? Они нерушимы? Границы СССР нерушимы? На тот момент я уже работал в дипломатическом службе США и оказался тогда на Ближнем Востоке. Тогда Россия дала гарантии выполнения всех частей этих договоренностей. Всех частей, да? Америка, Европа и Россия взяли на себя обязательства поддерживать дело демократии. Поддерживать или продвигать. Всего этого, как мне кажется, сама тема цветных революций несколько раздута, да? Раздута? То есть, их нет? В 2008 вы были послом США в Грузии. У вас была предварительная информация о том, чтобы о планах Михаила Саакашвили атаковать Южную Осетию? Нет, у меня информации не было. И равным способом не было предварительной информации намерения России совершить то, что многие в международном сообществе назвали вторжением России в Грузию. Мы знали о трениях между странами, мы знали, что ситуация накаляется, но позиция США сформулированным президентом Бушем, государственным секретарем, послом в моем лице была однозначной. Мы были против военной конфронтации. Мы пытались предотвратить такое столкновение, а когда оно уже началось, мы старались максимально быстро его остановить. не совсем понятно, вы отрицаете, что Саакашвили начал войну первым? Ответ. Я думаю, вам стоит прочитать доклады и исследования, а есть большое количество исследований, которые ясно указывают, что массовое сосредоточение российских войск на границе с Грузией произошло еще до принятия решения о вводе грузинских войск в Южную Осетию. И что? Но это долгая дискуссия, которую легко можно занять все время, отведенное на разговор. Непрерывная высокомерие, твердолобое отстаивание в каждом пункте, всего, без всяких нюансов, черно-белая картинка, черный полюс Россия, белый полюс США, это не язык холодной войны, которой нет. В чем разница между этим языком и языком Маккарти? Только в том, что Маккарти не мог позволить себе такого высокомерия по отношению к СССР? Выше упомянули про Хельсинский акт 75-го года. Разве участие США в расчленении Сербии в войне за тысячу километров американских границ не было нарушением его принципов? Ситуация в Косово была абсолютно уникальной. Это что такое? Ситуация в Крыму еще более уникальна? Я не готов сегодня возвращаться к истории и говорить о причинах уникальности той ситуации. Вы можете прочитать заявление США по этому вопросу. Я здесь для того, чтобы говорить России и нашей политике. А разве ситуация в Крыму не уникальна? Я работал на Украине и я много раз был в Крыму. Я знаю условия, я знаю решение Никиты Хрущева 1954-го года, но вот, что в наших глазах является фундаментальным. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который часто критикует нынешнюю американскую внешнюю политику, как-то рассказал, нельзя просто взять и откусить кусок территории другой страны. А Косово уникально. Можно взять и уникальным образом откусить. Процерилизован на мировом порядке. Вы просто не можете это сделать. Проблема заключается именно в этом, в способе включения Крыма в состав России. Одной из первых вещей, которую сделал Янукович на посту президента, я, кстати, тогда был в Украине, была договоренность России о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму в обмен на сделку по нефти. Многим людям на Украине это не понравилось, но в тот момент президент Янукович был законно избранным руководителем страны. Он принял решение, США вместе с большинством европейских стран признали это решение, но захват чужих территорий совсем другое дело, это нарушение международного права. Это просто неправильно. Он не готов обсуждать Косово, но он готов менторствовать по отношению к Крыму. Почему с точки зрения США жители Косово имеют право самопределения, жителей Крыма нет? Мы не согласны с тем голосованием, которое имело место в Крыму. Мы не уверены, что оно отражает волеизъявления жителей. Врет, как силы мерен. Прекрасно знает, что все там отвечает. Вам стоит прочитать заявление США по этому поводу, проведенный в Крыму референд несоответствующим международным нормам. А в Косово что было? Процесс вылеза заявлений жителей Крыма не был проконтролирован международными наблюдателями. До свержения Януковича было множество американских заявлений о том, что киевские власти не имеют права применять силу против мирных протестов на Майдане. Но мы не видели американских заявлений с обсуждением жестокости украинских силовиков в отношении мирного населения Донбасса. Мы что-то пропустили? Я думаю, что вы должны поднять архивы и прочитать заявления, сделанные президентом Обамы и другими. У меня сегодня нет с собой текстов. И, соответственно, я не могу их вам процитировать. Но мы абсолютно четко выразили позицию. Мы считаем, что насилие в Донбассе подстегивалось с людьми, проникавшими туда из России. Мы не верили в версию о гражданском противостоянии. Вы, я уверен, помните знаменитых зеленых человечков. Могу вас заверить. Во всех случаях, когда мы считали, что украинцы применяют силы, мы открыто об этом заявляем. Он не помнит эти случаи. Вы можете найти и прочитать заявление на протяжении значительной части периода, о котором вы спрашиваете, я не работал на государственной службе, но я внимательно следил за ситуацией. Почти всегда звучали заявления Белого Дома Госдепартамента. Конечно, об этих заявлениях вовсе не обязательно сообщалось в российских СМИ, но они были точно сделаны. О чем? О чем? О не правомощности как бы варварских глумлений над полицейскими? О не конституционности государственного переворота? о недопустимости героизации идеологов геноцида? О чем заявлении? Он был не на государственной службе, я тоже. Он следит, я слежу. Это все зачем? Укажут ли нам ваши сотрудники на конкретные примеры подобных заявлений? Конечно, они это сделают. И все-таки не совсем понятен ваш предыдущий ответ. Вы отрицаете наличие фактов, насилие украинских войск по отношению к мирному населению Донбасса? Я не посол на Украине. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я не знаю ответа. Мы можем попытаться получить для вас эту информацию, так как я не знаю конкретных деталей. Я знаю, что мы критиковали противостояние Украины за отдельные эксцессы. Больше в данный момент сказать не могу. Если вы задаете более конкретный вопрос, я постараюсь на него ответить. Хорошо, попытаемся быть более конкретными. Я помню фото детей убитых в результате артобстрела в территории контролируемых повстанцами. Я помню, как я после этого не мог спать несколько ночей. А вы, господин посол, пытаетесь избежать ответа на вопрос. Но как вы можете быть уверены, отвечает он, в том, что эти люди были убиты украинской армии сепаратистами? Откуда вы знаете? Вы лично при этом присутствовали? Если ваш вопрос носит личный характер, я вам могу сказать, у меня есть возможность общаться с человеком, у которого родственники на Донбассе. И я много чего услышал о том, что там происходит. Я тоже много чего слышал, но меня там не было. Я не могу дать вам никакого комментария. Я разделяю ваши ощущения, что сейчас на Украине происходит трагедия. Там убили около 7 тысяч человек, там происходит нечто ужасное. Я был в Донецке, Луганске, я был в Харькове, Николай, Херсонь, во всех местах. Я знаю людей, которые там живут. У меня нет возможности узнать это точно. Но я подозреваю, что некоторые из людей, с которыми я встречался, сейчас уже мертвы. Но в то же время, я думаю, что фундаментальная причина происходящего это то, о чем я вам сказал до этого. И о чем мой президент говорит снова и снова. Это фундаментальная причина родом из России. Почему еще до начала международного расследования и гибели малазийского Боинга в Америке заявили, что самолет сбили либо сами русские, либо пророссийские постанцы? Ответ потрясающий. Мы знаем. Мы просто об этом знаем. Я не могу говорить о деталях, но мы точно знаем, кто сбил этот самолет. Нам все предельно ясно. И я думаю, что большинство стран мира тоже знает, кто сбил самолет. Но сейчас мы ждем основания расследования, в рамках которого каждый аспект трагедии тщательно изучается. Посмотрим, каковы будут результаты. Он ничего не знает. Если бы он и те, кто являются его руководителями, точно что-то знали, то мировой эфир был бы заполнен этим точным знанием. Но он получил однозначную директиву говорить, что он точно знает. А если он точно знает, зачем расследование? И как он может точно знать, если не закончено расследование? Это даже не язык холодной войны. Это язык киллера. То есть, мы просто должны поверить вам на слово. Нет, не должны. Расследование проводится с голландской стороны. Очень методично и тщательно. Я знаю, что Малайзия, Австралия и Россия получили просьбы о предоставлении информации. Позже, в этом году, должен быть опубликован доклад. Давайте подождем результатов. Я пока говорю следующее. Исходя из информации, которая есть у правительства США, мы уверены, что знаем, кто ответственен за гибель самолета. А также, что у Заба Хусейна было оружие массового поражения. Что говорили? Мы знаем. Мы точно знаем. Вы были не правы по поводу наличия оружия массового поражения в Ираке. Хотя и тогда у вас была абсолютная уверенность в своей правоте. Почему мы сейчас должны серьезно относиться к вашей нынешней абсолютной уверенности? Видите, они не сдают позицию. Потому, что мы сказали, что совершили ошибку и признали ее. Президент Обама недавно сделал очень хорошее заявление по поводу Ирака. Одной из главных тем его первой президентской предвыборной кампании была необходимость нашей ухода из Ирака. Обама выступал против войны в Ираке. Но, несмотря на все свои разногласия с президентом Буша по поводу Ирака, Обама заявил, Америка зашла в Ирак не для того, чтобы захватить его земли и контролировать их. Мы зашли в Ирак, потому, что президент Буш и государственный секретарь Пау были убеждены в наличии в Ираке оружия массового поражения. Такого оружия там не оказалось, и мы это признали. И что? Мы это признали, разрушили государство, породили мировой процесс в виде ИГИЛ и всего остального, уничтожили колоссальное количество людей, и теперь мы уходим. И что? Проходит какое-то время, и новый президент говорит, это было преступное заблуждение, правительство Обамы и так далее, на самом деле, все то, что делал Ираканский самолет, был не сбит не так и так, а потому мы заворачиваем процесс, после того, как там погибли, упаси бог, сотни тысяч или миллионы людей, и уходим. А не получится ли так, что и нынешняя уверенность президента Обама в правильности его политики по отношению к России Меркель и президентом Лоландом. Он пытается поддерживать то, что они делают, и добиваться скоординироваться американской европейской политики в этом направлении. Кстати, Обама и государственник Экетарь Керри не раз заявляли публично и во время разговора с президентом Путином, что США готовы отменить санкции против России и попытаться вернуться к прежнему порядку вещей. Условия, которые не выдвигают, всем известны. Вернуть Крым и так далее, и тому подобное. То есть, запустить такую политическую дестабилизацию, без которой уже ничего не будет. Поставьте здесь Буш вместо Обама. Я думаю, политика президента Буша по отношению к Ираку является взвешенной. Если вы следите за американскими политическими дискуссиями, то должны знать, Буш постоянно подвергается критике со стороны ястребов, которые хотели бы, потому что мы осуществили ядерную бомбардировку Ирака. Но он находится в диалоге и с Меркель, и с Оландом, и со всеми прочими. И он готов и говорил уже, что если Саддам Хусейн уйдет и сам повесится на дереве, на суку, которую мы укажем, а после этого Ирак согласится на то-то, то-то и то-то, то мы готовы вернуться к обсуждению вопроса. Раз мы заговорили про санкции, можно понять причины введения санкций против отдельных российских политиков в компании и секторах экономики. Но почему, например, под санкциями PayPal фактически оказали все без исключения простые жители Крыма. Их наказывают за выбор в пользу России. Наша санкция, цена, которую платит Россия за свои незаконные действия на территории Украины, так называемый референдум, который состоялся в Крыму, не соответствует ни местному законодательному международному праву. В ответ на незаконные референдумы действия России США ввели санкции. Позднее президент Омама подписал распоряжение. Вот на одном языке говорит Стивен Коэн, который говорит, холодная война, да, да, все движется к какой-нибудь трагедии и так далее. Этот говорит, что холодной войны нет. Но язык Стивена Коэна это не язык холодной войны, а это язык абсолютной холодной войны. Если я разговариваю с вами на языке по принципу ты, тварь ничтожная, молчать, я тебе тут говорю, мы миролюбцы, мы не хотим там того-то и другого, ты, мерзавец, перестань пялить на меня глаза, тварь поганая. Это называется, что я призываю к миролюбию. Лингвистика, семантика, ничего не означает. Тон, интонация, манера поведения. С Африкой так не разговариваю. Продолжение следует...